Вопрос Василию от Василия. Видел ли Вато, что происходит с Белоруссией? Что он думает по этому поводу? Складывается впечатление, что мы теряем последнего союзника, да и то последствия. Ну, это просто гениальная позиция Владимира Путина. Понимаете, у Владимира Путина есть гениальный способ борьбы со всеми своими врагами. Он их находит и дает им денег. И как бы 20 лет он этим занимается. Он находит себе врага. Там Иран, который ненавидит Россию. Там, не знаю, какой-нибудь украинцев, которые к современному российскому государству относятся к какой-то нерациональной неноси. Лукашенко, который там, не знаю, ну, в общем, более-менее несложно догадаться уже сейчас, как он относится к России. И он им всем дает денег. Но он считает, что это работает. Ну, как бы окей. Просто никому он дает, а он берет. А берет он у русского народа. Это, кстати, я с этим согласен полностью. Как Светов ехидно смотрит новота-админа. Мол, смотри на мою шикарную шевелюру. Завидую. Мог бы проявить уважение к гостю. Вот это карточка. Я хотел сегодня побриться, не успел просто постричься, побриться и так далее. Нет, я, кстати, пересматривал недавно выпуск, который мы с тобой делали еще там два года назад, когда ты впервые пришел ко мне. Ты знаешь, какое у меня было прозвище в школе? Ну? 220 вольт. У меня волосы. Вот такая огромная шевелюра была. И она стояла дыбом. Мне говорили вольт. Так она еще на эфире у меня стояла дыбом. Да, но она уже была там, значит, эта самая. А у меня была просто она огромная, вот такая белобрысая шевелюра. Я в свою очередь скажу, что я внес свой посильный вклад в улучшение России. Это правда. Помог админу избавиться от остатков той шевелюры. Он гораздо представительней. Советовал. Говорит, мол, нафига тебе ходить с этими залысинами? Конечно, конечно. И он побрился через неделю после эфира. Это было круто. Да. Да. Вот смотри, а не кажется тебе, что нужно вернуть Крым и Донбасс, осудить террористов с целью снятия санкций и соблюдения международного права и норм? Тогда, может, РФ станет нормальной стороной, а не маргинальным террористом. И экономика пойдет вверх, если она не будет в опале и основана на маргинальной идее примитивной агрессии. Я частично согласен. Крым уже вернули. Надо еще, чтобы Донбасс окончательно вернули. Что касается... Извините. Что касается Крыма, в Крыму живут 2 миллиона человек. Я как демократ, значит, интересуюсь их мнением, а не судьбой этой территории. Да, вот как раз в этом отношении я стопроцентный либертарианец. Там государство, а чьё, значит, если люди хотят жить в одном... Ты либо либертарианец, либо нет, но продолжай. Да, но хорошо, с этим согласен. Хорошо. Значит, с другой стороны, я, опять же, не поклонник Советского Союза, поэтому решение, значит, с Никиты Хрущева, принятое, там, не знаю, после пьянки в 54-м году, для меня никакого значения не имеет. Вот. В этом отношении, в отличие от своих противников, я не этатист и не, значит, поклонник Советского Союза. Поэтому я не считаю, что вопрос Крыма, значит... Отвратительный ответ абсолютно. Отвратительный ответ. И правильный ответ, разумеется, звучит не так. Правильный ответ звучит следующим образом. Во-первых, наоборот, любая попытка сейчас, к сожалению или к счастью, вернуть Крым, это гарантия того, что Россия свалится в авторитаризм, потому что произойдет такая реакция, которая приведет к власти людей, которые будут исправлять ошибки очередных либералов. Поэтому это просто невозможный сценарий, и то, что вы описываете, этого просто не может произойти вот в том виде, в котором вы описываете. Поэтому здесь совершенно запросто можно занимать ту позицию, которую занимаю я. Я считаю ее корректной. Я считаю, что вся эта история с Украиной была ошибкой, потому что от нее пострадал в первую очередь русский народ, потому что мы должны в первую очередь заниматься сейчас на данном этапе, заниматься построением собственной страны. Да, и у меня был эфир с Сергеем Сергеевым, где мы разговаривали про русскую эриденту. Русскую эриденту нельзя совершить до того, как у вас есть русское национальное государство, куда вы, собственно, и собираете, блин, эти земли. Сейчас вы собираете людей в путинское крепостничество, делаете этих людей подданными авторитарного режима. Давайте мы не будем этого делать. Давайте мы сначала поборемся с этим авторитарным режимом, а потом, независимо, какие у вас цели, вам станет гораздо легче. Почему? Я так говорю. Почему, когда Соединенные Штаты занимаются своей военщиной, да, ну, понятно, что сейчас-то себя дискредитировало, почему в 90-х годах им было так просто этим заниматься? Потому что у них была история успеха, у них была очень... Страна, которая по огромному количеству внешних признаков отстаивала интересы собственного населения, а не каких-то абстрактных ценностей, и это позволяло им выступать с позицией морального превосходства и делать все, что она делала. Россия в этом положении морального превосходства сегодня не находится. Для того, чтобы в принципе размышлять о подобных вещах, нужно в первую очередь построить страну, на которую будут смотреть с завистью, которая будет представлять из себя экономического лидера, политического лидера. И вот после этого уже можно рассуждать, можем мы куда-то торгаться, не можем мы куда-то торгаться, но из этого не следует, что там, условно говоря, Крым можно безболезненно вернуть, и что это нужно делать, да? Нет, нужно уж, коли Крым в составе России, нужно бороться за то, чтобы Россия с Крымом была тем государством, на которое люди смотрят с завистью. И это моя позиция, я считаю, гораздо лучше позиция ВАТО, потому что ВАТО, как и националисты того пошиба, вместо того, чтобы защищать интересы русских, защищали интересы путинского режима. Так, а ты то ли в Твиттере, то ли в Телеграме писал, что Крым, конечно, придется вернуть? 2014 года, это когда все тоже произошло. Нет, смотри, я полностью согласен с тем, что, значит, действительно, ну... И ситуация была, я просто объясню, я могу объяснить, я выдавил просто, чтобы люди не ответили, я не отрицаю авторство. Он был написан, когда вся эта война на Украине происходила, когда было непонятно политического, и я сказал, да, что я считаю, то, что произошло, это, разумеется, агрессия, разумеется, это агрессия, которую поставило население нашей страны, в очень невыгодное положение, в первую очередь, просто это то, что нельзя исправить сейчас простым возвращением Крыма в Украину. Это разрушит Россию, ничего положительного не принесет ни жителям Крыма, ни жителям нашей страны, поэтому ответ должен быть другой. Ну, смотри, значит, я быстренько тогда скажу, с тем, что современная, там, Российская Федерация, опять же, не герой моего романа, я полностью согласен, я всем советую статью историка Сергея Волкова, да, почему РФ не Россия. Да, что касается того, значит, свернуть Крым, ну, для меня не имеет значения, там, значит, не имеет какое-то принципиальное значение, знаете, расширение границ и так дальше. У России так достаточно территорий, меня интересует, как будет жить ее народ, да, а не сколько у нее будет, значит, квадратных километров, естественно. Значит, с тем, что современная Россия не является моральным арендером, в отличие от США 90-х годов, когда США реально была тем, что называют гипердержавой, и всем прочим, вот действительно США тогда обладали безусловным моральным авторитетом, который они благополучно растеряли. Сейчас растеряли? Да, и к 16-му году, да, когда, значит, к власти пришел Обама, который рассказывал про то, какой он белый и пушистый, и запускал беспилотники, да, и там какие-то выплачивал фантастические суммы, значит, с тем самым банком, да, и бейлаут, да, в общем, понятное дело, что это все подорвало какую-то... К 16-му только, не 16-му. Нет, ну, понятно, к 16-му году они все это растеряли, да, к 16-му, да, и, в общем, Трамп это, в общем, попытка как-то уйти из мира, в котором Америка уже не воспринимается в качестве абсолютного морального ориентира. Ну, как мне представляется, я здесь... Нет, я с тобой помню, согласен. Да, ну, может быть, кто-то с нами... У меня на эту тему очень много ресентимента. Ну, да. Вот, что касается Крыма, значит, опять же, ну, меня больше всего интересует, опять же, мнение людей, которые там хотят жить. Я понимаю, что, наверное, если бы, значит, в России, когда я начинал только интересоваться в экономикой, глухие нулевые годы, в середине, значит, нулевых годов, когда все было замечательно, когда Газпром собирался, я про это обожаю рассказывать, ну, вот у меня тоже какой-то... Значит, Газпром рассказывал, что скоро достигнет капитализации в триллион долларов. Я до сих пор это вспоминаю, когда смотрю на текущие... Миллиор любил, На текущие котировки Газпробы, я когда смотрю там сколько там, там раз в 10-20 меньше, да, мне это всегда очень радует. Вот, я думаю, да. Вот, значит, и там была такая популярная тема, по-моему, Журавская даже про это говорила, жена Гуриева, да, значит, сможет ли Россия повторить путь Южной Кореи? Тогда это была реальная тема для обсуждения. Ну, в нее могли поверить только дебилы, которые не следят за решением. Прямо с чем дело, она приходила к выводу о том, что не сможет, потому что, и дальше там шло, значит, список проблем. В середине нулевых годов это была реальная тема для обсуждения. Сможет ли Россия повторить путь Южной Кореи? Но это была тема для обсуждения людей, которые создавали как раз, фронтировали те ошибки, которые в итоге произошли. Ну, может быть. Все равно, когда я об этом вспоминаю, я плачу горючими крокодиловыми слезами и какими угодно слезами. Естественно, мне очень хочется вот куда-то туда, значит, в те разговоры о том, значит, будет ли Газпром строить триллион долларов. Ты же понимаешь, что именно из тех разговоров случилось? Понимаю. Я про это совершенно... Не-не-не, я не говорю о том, что потом в восьмом году вдруг все сломалось, и безусловно, то есть то, как у нас было устроено государство уже в нулевые годы, не позволяло ему надеяться стать Южной Кореей. С этим я не спорю. Но если бы Россия чудесным образом, значит, прилетел в волшебник в голубом вертолете и начала бы в нулевые годы действительно развиваться, как Южная Корея, то к двадцатому году никакого вопроса Украины не было. Там был бы вопрос, значит, хочет Львовская область на референдуме вступить в Россию или нет. Потому что, значит, Россия была бы великолепным с богатым государством, где было бы там, не знаю, и правовое государство, и все остальное. Вот. Внезапно точка соприкосновения, но правильный ответ-то какой? Вот для того, чтобы к этому прийти, заниматься, блин, нужно внутренней политикой, а не вот этими вот экспансивными авантюрами. Сначала внутренняя политика, потом все остальное. Другого порядка не бывает. Это как нельзя сделать всех богатыми до того, как вы наладите нормальное производство, до того, как вы наладите нормальные экономические отношения. Точно так же нельзя рассчитывать на какие-то политические победы, пока вы не решили внутренние политические проблемы. Ну, это правда, да, и, наверное, во многом вот причина в конечном счете неудачи Российской империи, которая во многих отношениях была потрясающе удачна, там, победы на полях сражений, там, уже перед Первой мировой войной фантастические темпы экономического роста. Во многом она была связана с тем, что в предыдущее время, да, никак не могли вот как-то умерить этих самых экспансионистских. На самом деле, война, например, та же самая с Японией, которая запустила очень много чего. Да. Да, почему она была? Ну, вот, хотелось Корею. Хотелось базу военно-морского флота, вот, значит, на юге Кореи, в Кусане. Ну, очень хотелось. Наверное, эта база была бы очень хороша, наверное, значит, позволила бы там в будущем, не знаю, как-то колонизовать, не знаю, более лучше, мы стали более лучше одеваться, более лучше Манчжурию. На хрена стране, в которой, не знаю, крестьянство живет там. Вот недавно был голод 91-го года, который побороли, да, там, привезли. Но все равно, бедная, отсталая страна, зачем ей было лезть в эту самую... Ну, договорились бы с японцами. Японцы предлагали разделить Корею на две части, на северную и южную, значит, в зону влияния. Южная. Полезли, нет, очень нужно, значит, там был принципиальный вопрос, кто будет, значит, контролировать корейский параллель. Ну, не надо было, значит, надо было своими заниматься, и, может быть, тогда бы и 17-й год проскочили и построили бы нормальную там парламентскую монархию и сейчас сидели бы как, ну, не как... Ватадмин сейчас просто на примере русско-японской войны пересказывает мое отношение к русско-японскому. Другое дело, да, что когда уже в 14-м году вступали, там невозможно было не вступить, потому что Германия объявила войну России, потому что Германия всеми силами провоцировала войну. Ну, если бы не было, значит, вот этой русско-японской, может быть, и не было бы, значит, того вступления в первую эру. Ну, надо было как-то, значит, поднакопить силы, значит, не нужно было относиться к японцам и так дальше. И то же самое касается всего остального. Ну, вот Крымская война та же самая. Ну, хорошо, да, конечно, понятно, Конституцион был нужен там чисто экономическим мотивом, чтобы обеспечить беспрерывный, там, проход по проливам, там, внешняя торговля. Ну, можно было подождать, пока Османская империя развалится сама. Вместо того, чтобы дождаться, пока Англия и Франция прибегут и начнут эту Османскую империю восстанавливать с нуля, чтобы создать противовес России. Но она сама уже разваливалась, эта Османская империя. Господи, ты боже мой. Ну, можно было поаккуратнее идти. Ну, я не хочу сейчас про Османскую империю говорить, но мой основной тейк, с которым, мне кажется, ты согласился, это что все те проблемы, которые сегодня воспринимаются как проблемы, воспринимаются как проблемы тогда, были бы решены не военной экспансией, а созданием успешного, сильного, богатого государства. Вы не можете разбогатеть через войну. Вы можете разбогатеть и решить проблемы, которые вы пытаетесь решить через войну. Что? Есть рейтинг, значит, с, по-моему, компьютерной грамотностью или вот компьютерных навыков взрослого населения. И если я ничего не путаю, Россия там оказалась вообще на первом месте в Европе. И это сейчас душится тем же самым государством, которое захватило Крым. Почему? Потому что это нелояльное население, которое, во-первых, которое либо уезжает, либо пытается делать что-то в России, а потом у них это отнимают, как отняли у Павла Дурова. Ну, в общем, да, и проблема-то в том, что при нашем уровне, значит, человеческого капитала, ну, я не знаю, я смотрю на школьников, школьники очень умные, школьники умнее, чем я. Я рядом с ними смотрю. А что их удержит в стране? Ничего не удержит в стране. То, что они школьники. Что их удержит, когда они войдут в... Да, когда их удержат, в том-то и дело. В этом-то и проблема. Но я смотрю, они реально очень умные. Так никто не ставит под сомнение то, что русский народ талантливый, умный, способный. Где здесь Wi-Fi есть? Есть. Так, Энергияр 5G. Потом давай сделаю, потом посмотрю, когда у нас будет. Я все то, что хочу посмотреть, потом суммарно посмотрю. Если посмотреть, там, не знаю, на любые рейтинги, на... Ну, слушайте, у нас, может быть, не очень хорошие университеты в целом, но, в принципе, наши физматы, да, они все равно там встречают очень радостный прием. Значит, не знаю, на Западе, да, значит, их встречают с распластерстыми объятиями. И нету никаких принципиальных, значит, препятствий для того, чтобы мы стали как Южная Корея. Ну, ради бога, чтобы мы не стали как Южная Корея в плане фертильности. У них там фертильность меньше единицы. Они чуть ли не на самом последнем месте в мире. Об этом нужно отдельно. Да, вот ради бога, чтобы мы не на этом месте стали в последнем, да, но, значит, в плане человеческого капитала Южная Корея, ну, наверное, превосходит Россию. У них великолепное там школьное образование, высшее образование, но, в принципе, мы... У нас реально, ну, талантливые ребята, ну, реально талантливые ребята, и хорошо, и посмотришь там везде, они везде преуспевают и так дальше. И при этом мы живем, ну, я не знаю, ну, на уровне, кого мы живем. И будем продолжать так жить, пока мы занимаемся, пока мы занимаемся внешней политикой вместо внутренней. Ну, в общем, я, наверное, с этим соглашусь, в общем и целом, там, с оговорками, но, тем не менее, я еще расскажу, что если бы мы вот к сегодняшнему году, значит, обеспечили бы там какие-нибудь вот те самые желанные 7% в год на протяжении 20 лет... Просто это не что-то, что можно... Вот это не что-то, что не появилось просто по какому-то казусу историческому, да? Это что-то, в чем нужно работать. Это у нас чудовищные институты. Так эти институты необходимо менять. Конечно. Не писать о том, значит, как русский сапог раздавит, значит, прокрытого украинского националиста, да, а, блин, заниматься внутренней политикой и смотреть проблемы, которые внутри страны есть, которые не позволяют менять систему, которые не позволяют заниматься эффективной кадровой политикой, которые ставят на 100 положений, в котором мы в итоге потеряем просто все. Как это было потеряно, блин, в 17-м году и моя критика, извини, и моя критика к Николаю, и моя критика к царскому режиму, она именно об этом, что вместо того, чтобы заниматься благополучием собственного народа, власть тогда действующая, занималась чем угодно, кроме, и в какой-то момент просто проморгала, когда народ осатанел и нахрен ее снял, и все свалилось в кровавую баню. В России будет то же самое. Путин сейчас повторяет те же самые ошибки. И на этих ошибках хорошо бучиться. Ну, ты здесь входишь в риторику, да, но я просто что хочу сказать, что из моего опыта разговора, скажем, с украинскими националистами, у меня сложилось впечатление, что если бы Россия в последние 30 лет развивалась бы как Польша, да, и представляла бы сегодня из себя такую Польшу, ну, может, на максималках, потому что она много больше, вот, значит, то, по-моему, украинские националисты, они были бы больше за Евразию, чем с ЕС. Просто с этим спорят. Естественно, это мой тезис, понимаешь, а не твой тезис. Хорошо, нет, но мы в этом согласны просто, да. Да, я тоже, как бы, то, что мы поссорились, я сейчас все это зачитаю, то, что мы поссорились с Украиной, и то, что мы ее потеряли как союзника, это результат путинской, блин, политики, ну, серьезно. Я все прочитаю. Я просто прочитал туда.